Видение шизофреника «Где я?» – спросил шизофреник у молодцеватого красивого парня, одетого в жутко знакомую форму, которую он никак не мог вспомнить. «А вы, дорогой товарищ, находитесь в столице нашей родины, в лагерь сарая Чингисхана!» – ответил парень и свистком вызвал сотрудников в штатском. Посредине лагеря видит шизофреник возвышался синхрофазотрон. На нем на корточках сидит правдец и играет на балалайке. Мазила из конского навоза лепит бюст передвика монгола, который перевыполнил норму вырезки славян втрое. В сторонке болтун, аккуратно насаженный на кол, читает лекцию об убанском искусстве. Около него с автоматом стоит мыслитель и внимательно наблюдает за тем, чтобы болтун сидел симметрично. Вокруг, скрестив по-турецки лапки, расселись полчища крыс. «Искусство, – говорит болтун, занимая более правильное положение, – разделяется на официальное и неофициальное». Официальное искусство допускает возможность массового обучения ему. В принципе, любой крысо-монгол, при наличии достаточно способных родителей, может стать заслуженным художником, лауреатом, академиком, депутатом. Образы официального искусства привычны и общедоступны. Они доступны самому Чингисхану, Батыю, Мамаю. Оно не отвергает гиперболу, но только правдивую. Так, если художник изобразит ноги монгола кривее, чем они есть на самом деле, а лошадь его еще мохнатие, то это будет революционный романтизм, зовущий вперед. Прямоногий же монгол на английской кобыле есть абстракционизм чистой воды. «Верно!» – закричали проснувшиеся для этой цели крысо-монголы и выпустили тучу стрел в синхрофазотрон. «Официальное искусство», – продолжал польщенный болтун, – «жизнеутверждающее». Но оно возможно и как обличающее. «Не допустим!» – зарали крысо-монголы. «Разумеется, в меру и под контролем», – поправился болтун. «При этом к нему предъявляются такие требования. Оно должно быть столь же бездарно, как и жизнеутверждающее искусство. Недостатки, обличаемые им, должны выглядеть как отдельные и приходящие. Из него должно быть видно, что мы боремся с недостатками и делаем это весьма успешно. Неофициальное искусство разделяется на разрешенное, безразличное и неразрешенное. Безразличное долго в этом качестве оставаться не может, если оно становится заметным. Так что остаются лишь две рубрики. Разрешено может быть любое неофициальное искусство, если только оно удовлетворяет таким требованиям. По уровню таланта оно не превосходит официальное, не имеет широкого общественного резонанса, не ставит художников в привилегированное или исключительное положение сравнительно с официально признанными, бессодержательно или не выходит с этой точки зрения за рамки дозволенного. Остается лишь неофициальное неразрешенное искусство. С ним общество ведет борьбу всеми доступными средствами и, разумеется, побеждает. Вот таких художников, продолжал Болтун, указывая на Мозилу, в принципе, не должно было бы быть, если бы не два из ряда вон выходящих обстоятельства. Эпоха растерянности после битвы на Куликовом поле и заигрывание с Западом. Благодаря первому обстоятельству Мозила сохранил шкуру, благодаря второму стал знаменитым. Болтун окончил лекцию, поправил кол и спросил, какие будут вопросы. Руку поднял отличник Батый. «Скажите, профессор, а мог бы появиться Мозила там у них, на Западе?» – спросил он, кокетничая французским произношением и американскими джинсами. «Мозила появился в своем месте и в свое время», – сказал Болтун. «Там он не мог быть, так как если бы там он мог быть, так уж давно бы там и появился, поскольку всякий, кто может, там непременно появляется. Там на это смотрят сквозь пальцы. У нас он раньше появиться не мог. Задушили бы!» «Верно!» – закричали крысомонголы. «Задушили бы!» «И позже не может быть», – сказал Болтун. «Задушат!» «Верно!» – заорали крысомонголы. «Задушим!» Они бросились к Болтуну и потянули его за ноги так, что кол вылез из глотки. Аудитория разразилась бурными аплодисментами. Мыслитель презрительно пожал плечами. «А что я мог сделать?» – сказал Мозиле. Батый поблагодарил лектора за интересное сообщение и скомандовал поход на Ибанск. «А ты», – сказал он Мозиле, – «можешь отсюда катиться на все четыре стороны. Держать не будем». «Рота!» «С места песню!» «Шаги!» «Марш!» – скомандовал старшина. «Я на бен на тро катер!» «Мадмазеля Журоватер!» – заблеял мыслитель. И, взяв на изготовку облезлые хвосты, крысы двинулись на Ибанск.